Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Расходы 60 миллионов рублей. Пока что чиновники, добавлю, не отмечают ухудшения ситуации с занятостью. Программа Экономика. 3,7 миллиарда рублей потратят в 2022 году на Кировские дороги. Это средства на ремонт региональных и муниципальных дорог на город Киров. Более миллиарда рублей в этой сумме средства федерального бюджета. Примерно четверть расходов придется на областной центр. До зимы хотят отремонтировать 180 километров дорог. Из них в Кирове 30. Это 50 участков. И 260 погонных метров мостов. 36 из них в Кирове. Экономика. На 101 АФ. Госаптеки в Кировской области перестанут платить в бюджет часть прибыли. Так власти решили противостоять росту цен на лекарства, сэкономив на расчетах с казной аптеки по замыслу чиновников, получат деньги на создание резервов препаратов. По поручению губернатора аптеки смогут распоряжаться средствами, оставшимися после уплаты налогов. Соответствующие изменения в законодательство, по словам Игоря Васильева, будут приняты в ближайшее время. Экономика. Далее информация от наших партнеров. Сотрудничество с самозанятыми удобно, но рискованно. Попасть под подозрение в том, что на самом деле работодатель пытается снизить налоговую нагрузку, довольно просто. Когда есть риски переквалификации договора ГПХ в трудовой, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Разница между трудовым договором и договором ГПХ заключается в том, что вы не можете диктовать условия того, как выполняется работа. Вы контролируете только конечный результат. Указание в договоре, что исполнитель обязан выполнять работу лично, подчиняясь распоряжениям заказчика. А если еще и должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и беречь имущество заказчика, ну это вообще просто сразу трудовой договор. Дальше указание, если вы в договоре, что работа должна выполняться в конкретном месте. Прописывая это в договоре ГПХ, вы несете риск того, что вам переквалифицируют это в трудовой. Если суммы и даты выплат вознаграждений зафиксированы в договоре, это тоже привлечет внимание налоговой и трудовой инспекции. Сейчас не время рисковать и тратить ресурсы на объяснения с контролирующими органами. Если оптимизироваться, то под наблюдением специалистов. Бухгалтеры Я, 213-112. Грамотно ответить на запрос и ФНС там тоже, кстати, помогут. Программа «Экономика». В завершении о валютах доллар на сегодня 82 рубля 60 копеек, евро стоит 90 рублей 60 копеек. Ольга Белезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.